МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа Крайм Тайм, в студии работает Денис Зимцов. Здравствуйте и смотрите сегодня в нашем выпуске. Полицейская разборка. В Алматинской области сотрудник полиции выстрелил в своего коллегу, что заставило блюстителя порядка навести ствол на напарника. И чем закончилась эта история? Ничего святого. Борцы с наркопреступностью накрыли банду, которая распространяла синтетику среди детей. Как члены ОПГ внедрили агентов в школы и вузы? По-настоящему подпольный бизнес. Алматинские полицейские обнаружили подземный бункер с угнанными внедорожниками класса «Люкс». Сколько машин там успели разобрать на запчасти. Погрузчик насмерть сбил трехлетнего малыша в Алматинском парке 28 панфиловцев. Подробности жуткой трагедии через несколько минут. Трехлетнего ребенка насмерть сбил погрузчик в Алматы. Трагедия произошла в городском парке 28 панфиловцев возле собора. Сейчас в том районе ведутся работы по благоустройству территории. Малыш играл с голубями. В это время водитель погрузчика следовал по территории парка. 51-летний мужчина клянется, что не заметил ребенка. Во всех деталях трагического происшествия разбираются полицейские. Автоугонщик совершил сразу несколько ДТП на краденом автомобиле в Костанае. При патрулировании городских улиц местные полицейские заметили подозрительную машину. Автомобиль двигался на большой скорости, резко маневрировал, а требования полицейских остановиться и вовсе проигнорировал. Полицейская погоня продолжалась несколько минут. По ходу движения нарушитель не справился с управлением и въехал в столб. После он вышел из авто и попытался скрыться. Однако патрульные оказались резвее. От медицинского освидетельствования мужчина отказался. 36-летний житель Костаная сознался, что угнал машину несколько часов назад. При этом законный владелец авто даже не знал об этом. Детали происшествия он узнал от полицейских. Алматинские полицейские обнаружили бункер с угнанными элитными машинами. Летом прошлого года на территории одного из частных домов поселки Айтей Карасайского района сыщики нашли подземный бункер, где прятали краденые внедорожники. Машины были частично разобраны на запчасти. Основной подозреваемый по уголовному делу 33-летний житель Туркестанской области тогда подался в бега и все это время тщательно скрывался от полиции. Однако на днях его задержали и поместили в изолятор. В настоящее время подозреваемому инкриминируется 7 угонов дорогих транспортных средств. Отмечается, что подозреваемый ранее четырежды судим за разбойное нападение, кражу чужого имущества и хулиганство с применением оружия. Что не поделили блюстители порядка? Это сейчас выясняют в Управлении собственной безопасности Департамента полиции Алматинской области. Минувшей ночью в селе Нарынкол участковый инспектор из стабельного оружия выстрелил в своего коллегу. Пуля попала в бедро. Сейчас раненые полицейские находятся в районной больнице. ЧП произошло во время конфликта. Другие подробности не сообщаются. На данный момент известно, что ряд должностных лиц уже понесли наказание за упущение в работе. По данному факту, Управлением собственной безопасности проведено служебное расследование. Сейчас начато досудебное расследование по статье Уголовного кодекса Республики Казахстан по кушению на убийство. Также в результате принятых мер начальником Департамента наказан ряд должностных лиц. Те сотрудники, с кем произошел инцидент, уволены по отрицательным мотивам. К строгой дисциплинарной ответственности привлечен ряд должностных лиц. В Атраусской области мать зарезала своего новорожденного малыша. 26 апреля в селе Коптугай Курмагазинского района 41-летняя женщина убила 4-месячного ребенка. Она несколько раз ударила младенца кухонным ножом из-за того, что тот якобы сильно плакал. По данному факту начато досудебное расследование по статье «Убийство беспомощного лица». В Туркестанской области шестеро осужденных демонстративно нанесли себе телесные повреждения в виде незначительных порезов. Причиной послужило несогласие с проведением обысков и соблюдением внутреннего распорядка учреждения чрезвычайной безопасности. В результате проведенной работы были обнаружены и изъяты запрещенные к использованию предметы. Заключенным незамедлительно была оказана медицинская помощь сотрудниками колонии. Состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное. В госпитализации арестанты не нуждаются. Сообщается, что двое организаторов акции отбывают наказание за убийство, разбой и наркоторговлю. Главный злодей популярной серии фильмов о «Мстителях» покалечил ребенка в Алматы. Пластиковая статуя Таноса упала на малыша в одном из торгово-развлекательных центров мегаполиса. Массивная конструкция была плохо закреплена. В Горздраве рассказали, что ребенок получил сотрясение мозга и сейчас находится на амбулаторном лечении. Представители ТРЦ уже убрали фигурку суперзлодея со всех торговых точек. Полиция приступила к расследованию. Девушка угнала трактор и гоняла по столице. Началось это, как и все подобные истории, с выпивки. Водитель погрузчика пригласил домой знакомую. Они выпили, и мужчина уснул. Его подруге не хватило градуса, чтобы отключиться, и ее потянуло на приключения. Гостья взяла ключи ухажера от служебного ZL30 и поехала любоваться столичными красотами. На большой скорости она разъезжала по центральным улицам Нурсултана и маневрировала так, будто участвует в гонках. В итоге она не справилась с управлением и протаранила припаркованный Мерседес. Недолго думая, лихачка продолжила свои покатушки. Предрассветный вояж автоледи прервали сотрудники полиции. Оказалось, что угонщицы даже прав нет. Свой поступок она объяснила просто. Хотела покататься. Полиция проводит расследование. Сразу в двух регионах Казахстана полицейские провели спецоперацию по ликвидации особо опасной ОПГ. Крупный наркоканал действовал на востоке страны и в Алматинской области. В МВД сообщили, что преступники внедряли своих агентов в учебные заведения для продажи наркотиков детям. Айдан Анураш продолжит тему. У каждого участника преступной группы была своя роль. Одни изготавливали наркотики, другие занимались их подправкой. Следующие фасовали их по дозам и в дальнейшем осуществляли закладки по городу. Закладчики в основном действовали под покровом ночи. Однако это не спасло их от радаров сыщиков. В начале апреля начались масштабные задержания. В течение одной недели все четыре наркокурьеры, действовавших на территории Усть-Каменогорска, были арестованы. По своему замыслу наркозбытчики намеревались вовлечь в сферу потребления синтетики как можно больше школьников и студентов, чтобы далее попытаться наладить их сбыт в учебные заведения. Кроме того, выяснилось, что в наркокартель была вовлечена целая семья, которая в съемном доме в селе Козыл-Кайрат Толгарского района организовала нарколабораторию по изготовлению синтетических наркотиков. В результате масштабной спецоперации под стражу взяты семь человек в возрасте от 21 до 49 лет. Стоимость изъятого на черном рынке оценивается в 200 миллионов тенге. Подозреваемым грозит до 15 лет решения свободы. Айдана Нураш специально для Крайм Тайм. Сразу после нас не пропустите итоговый выпуск новостей. Будет интересно. Но я с вами прощаюсь. В студии работал Денис Зимцов. До встречи и берегите себя. Субтитры подогнал «Симон»